На повестке дня зеленые насаждения. Наболевший для горожан вопрос коронации и обрезки деревьев обсудили с участием Общественного совета Кустаная. На заседание также были приглашены ученые-эксперты, биологи, работники лесных хозяйств. Они рассказали, зачем каждый год необходимо проводить эти манипуляции. В свою очередь, жители областного центра хотят жить в городе с густой растительностью и чистым воздухом. Доводы участников встречи услышали и наши корреспонденты. Массовая обрезка деревьев уже стартовала на центральных улицах. Горожане вновь негодуют. Областной центр опять лишается зеленых насаждений и привычного облика. Улица становится визуально шире, стоянок все больше. Для поиска компромисса в городском Акимате создана комиссия по вопросам содержания и защиты зеленых насаждений и благоустройства. Первое заседание прошло с участием Общественного совета, депутатов и неравнодушных кустанайцев. В городе Кустанай более 5000 деревьев, только породы тополь, а также породы кленка, рогач, ива, требующих проведения работ по кронированию и обрезке. Данным зеленым насаждениям более 50-60 лет. Они находятся в большинстве случаев в аварийном состоянии, представляют опасность угрозы обрушения, а также имеют внешний неприглядный вид. В 2018 году в городе зафиксировано более пяти случаев обрушения деревьев на автомобиле. В прошлом году на кронирование, обрезку и снос аварийных деревьев из бюджета было потрачено больше 76,5 миллионов тенге. В этом году на эти цели предусмотрено 50 миллионов. Коснется эта работа административной части города, улиц, что ведут к вокзалам, аэропорту. Теперь подрядные организации занимаются кронированием и обрезкой под чутким руководством специалистов, которые на заседании выступили с научным обоснованием необходимости таких процедур. Все растения в городской среде имеют меньший жизненный цикл, потому что обратно же на него влияют все негативные антропогенные факторы наши, то есть загазованность, пыль. То есть дерево для нас, оно здесь в городе растет, можно так сказать, растет и работает. И все время работает, работает, работает. И то есть у нее сокращается жизненный цикл. То есть зачем обрезка происходит? То есть обрезание вообще подразделяется на три вида. Это значит санитарная, формовочная обрезка и омолаживающая. Вот сейчас вот омолаживающую проводят. Именно, можно так сказать, возбудить у дерева новое поколение, потому что, ну, я вам говорю, через 20 лет мы вообще потеряем полностью все, что было посажено до этого. По словам Анатолия Маркетана, необходимо не только хронировать деревья, соблюдая технологию и обработку, но и наблюдать за ними потом, делать формовочную обрезку. Сегодня отдел ЖКХ кустана и мониторит все зеленые насаждения, можно сказать, в ручном режиме. В других городах уже создаются цифровые карты, над которыми работают в научно-исследовательском институте лесного хозяйства и агролесомелиорации. Правда, цена такой инвентаризации для бюджета не маленькая, порядка 50 миллионов тенге. Биологи отмечают, срок жизни многих деревьев в кустанае действительно заканчивается, ведь высаживались они в 60-70-х годах прошлого века. Сегодня нужно думать о том, как обновлять зеленый фонд, какие породы деревьев высаживать. Если тополя, то пирамидальные, что не доставят неудобств в виде пуха. Когда пройдет массовая высадка, в этом году еще будут решать. Также на сайте Акимата пообещали регулярно размещать информацию об обрезке и коронации деревьев.